Заходя в тир и видя, как сосредоточенные, серьезные, казалось бы, безэмоциональные спортсмены целятся в мишень из пистолета, не очень хочется им мешать. Срабатывает здоровый инстинкт самосохранения. Но опытный тренер успокаивает. В соревнованиях принимают участие ребята, хорошо обученные правилам поведения в стрельбе. Им известно, что оружие и халатность – вещи несовместимые. Ответственность возрастает, когда спортсмены работают в команде. В Олимпийских днях молодежи команд несколько. В каждой 15 участников и 3 тренера. Большинство спортсменов, конечно, юноши. Должен быть самоконтроль, очень себе должен быть строг, потому что не допускать никаких ошибок нельзя, даже малейших. Наверное, это самые такие главные. Главное быть пожестче к себе. Стрельба пулевая – технический вид спорта, основными атрибутами которого становятся оружие, патроны и тир. В Олимпийской программе соревнований, проходящих в Бресте, два основных направления. Стрельба из малокалиберных и пневматических пистолетов и винтовок, держа в руках оружие на эмоции спортсмены с купы. Они сосредоточены на своем внутреннем эмоциональном состоянии. В большей степени у нас, конечно, отбираются более меланхоличные сангвиники и спокойные люди. Холерики, им тяжело, особенно в детском возрасте, уже постарше они, когда приходят, если они еще более-менее себя могут контролировать. А так, конечно, в очень маленьком возрасте, они очень активны, очень подвижны, только хочется их куда-нибудь в игровой вид спорта отдать, потому что у нас статика. Высоких результатов в стрельбе спортсмены добиваются не только за счет хорошей тренированности, правильной техники выполнения выстрела, знаний теории, но и благодаря высоким морально-волевым качествам. А воля, как известно, способность человека осуществлять свои желания и достигать поставленных целей. Настоящий стрелок – это прежде всего, вот у нас, как говорят тренеры, опытные. Это должна быть личность. Что это заключать личность? Это должен быть спокойный, уравновешенный, грамотный, думающий спортсмен. Ну и, естественно, обладать какими-то физическими данными. Победители соревнований уже определились по упражнениям, по стрелянным. Есть победители из Бреста, из Речицы Гомельской области, из Минска, из Гродно. Так что география, то есть во всех областях ведется работа по воспитанию молодых перспективных спортсменов, смены нашим ведущим мастерам. Овладение высоким спортивным мастерством дается нелегко и требует от спортсменов настойчивости и хорошо продуманной системы в работе. Иногда после ряда успехов могут следовать неудачи, а может быть совсем наоборот. У стрелков, приехавшихся всей страны в Брест, есть еще два дня, чтобы добиться нужного результата.